Мы с вами обсуждали эту тему, неприятную, конечно, и для борцов за независимость Ичкерии, и для украинцев, вот этого предателя Хусейна Джамбетова. Его даже позывной у него был Бандера. Я помню, вы говорили в нашем эфире, что, ну, скорее всего, Кадыров захочет вернуть его на войну в Украине. И уже мы увидели видео, в котором он, значит, возле какой-то карты тычет куда-то пальцем и рассказывает о том, что, кажется, Дилимханову, не совсем понятно, но не имеет значения, рассказывает о том, как он будет захватывать Кривой Рог. Какая роль Джамбетова сейчас, как вы ее оцениваете? Может случиться так, что в ближайшее время мы увидим отца Джамбетова, который будет не чуть ли благословлять своего сына и утверждать, что это именно то, что нужно было сделать и что это правильно. Потому что у них есть очень много рычагов давления на людей. Это с чем связано? Есть родственники. Вот у Джамбетова, предателя Джамбетова, у его отца дома есть братья, которые живут дома. И, естественно, через этих, через его братьев, они будут оказывать давление уже на отца Джамбетова. Это вот такая круговая порука по давлению, по издевательству, по разрушению, на самом деле, чеченских многовековых традиций, когда родственники противопоставляются друг другу. Или они должны однозначно говорить, что вот есть Кадыров и Путин, и что они их пехотинцы, или они демонстративно, публично должны разорвать свои родственные отношения. И в данном случае, я думаю, что выбор отца Джамбетова, именно он согласится на то, что от него потребуют его братья, которые находятся дома. То есть Кадыровцы потребуют от него, чтобы он изменил свое отношение к сыну и поменял свои высказывания относительно Джамбетова. Я ожидаю именно этот вариант. Даже предатели-кадыровцы к нему относятся совершенно в степени мерзости и ненависти, потому что на самом деле это такое уничижительное обращение к нему, и то, что они его сейчас выставили, и он стоит перед картой, размахивает руками и показывает, они демонстрируют просто никчемность этого человека. На самом деле он не представлял никакой угрозы ни для ВАСАУ и ни для наших подразделений. Они его использовали чисто в пропагандистских целях, и больше никакой роли у него нет. Они его сюда направили, или его здесь грохнут на наши подразделения или ВАСАУ, или же сами кадыровцы его грохнут там же. И поэтому никакого будущего у этого человека нет. Его ожидает участь предателя, потому что мы знаем отношение к предателям во все времена. Никто их никогда серьезно не воспринимал, и отношение к ним было именно так, предавший раз, предавший второй раз. Вот это и есть отношение и к нему, и то, что с ним может произойти. Продолжение следует...